Да, еще раз всем привет, Никита, привет, спасибо, что принять участие в эфире, я пытался как раз достучаться до ребят из Emigram, ты, по-моему, первый, ну, через помощницу как раз ответил, очень ценно, очень приятно, спасибо большое, что откликнулся, нашел, ну, там, как минимум час, да, или там как пойдет этим вечером, спасибо, естественно, всем, кто подключился и будет смотреть на записи, традиционно могу просто сказать, что я последние недели, наверное, там, месяц-полтора провожу эфиры на тему получения digital nomad визы, визы для цифровых кочевников, тема очень актуальная, ну, в целом, как и релокация, она была актуальной год назад и сейчас, я думаю, будет актуально еще достаточно долгое время, Собственно, сегодня мы поговорим про визу талантов, да, ты, как человек, который, по-моему, больше трех лет работаешь, да, в Emigram, да, больше трех лет Когда-то мы все это начинали Все, все, абсолютно, все именно так, поэтому, как из первых рук, ты, как это, не понаслышке, знаешь, да, поэтому я попрошу тебя представиться, кто ты, чем ты занимаешься, какой у тебя пул работ, вот, в целом, чуть при себя Окей, ну, во-первых, всем еще раз добрый день, вечер, ночи, утра, тем более, учитывая, со всеми, в общем, вытекающими сейчас люди расползлись по всему миру, говорящие на русском языке, поэтому, в любом случае, привет вам всем, спасибо, что подключились, спасибо, что позвал, очень рад здесь быть И как-то вот я, когда готовился к нашей встрече, в любом случае, как-то настраиваешься, я думал о том, что сколько раз я говорил уже за эти, там, три с лишним года про Global Talent Visa на разных языках, с разной аудиторией, в разных форматах Мне, я не устаю, и мне не наскучивает просто рассказывать про Global Talent Visa, рассказывать про ее какие-то возможности и приколы, и мне кажется, ну, в общем, я надеюсь, что этот эфир будет эффективным и полезным для нас с вами, для всех Ну, и, по сути, про эффективность и полезность, как раз и мой фронт работ, которым я занимаюсь, начал я в Эмиграме, по сути, с момента, как компания, в принципе, стала существовать Мы познакомились с фаундерами, с Мишей и Настей, вот, они, кстати, недавно получили, я так похвалюсь, Forbes 30 до 30, российские попали в, и выиграли его Вот, короче, да, и конградс ребятам, и привет им большое, думаю, они будут это смотреть уже в записи В общем, мы с ними познакомились, обсудили эту идею того, что Global Talent Visa вообще, так на тот момент была вообще непопулярной, неизвестной на территории бывшего СНГ И стало понятно, что эту штуку можно раскручивать, можно о ней говорить и предлагать людям Мы начали подбирать ключи к тому, как же нам нужно делать документы, как же нам нужно помогать нашим потенциальным клиентам, чтобы выигрывать эти визы с высокой долей вероятности Вот, и, по сути, я прошел весь этот путь с момента, как мы придумывали, как мы это будем делать, до момента, как мы начали разворачивать все документы, все процессы документа оборота Все процессы создания новых документов, полировки того, что приносит клиент, формирование стратегий, кейсов, кейсы, по сути, наши заявки на визу, которые должны ответить на вопрос Почему я крутой, почему я достаточно крут, чтобы получить эту визу Вот, то бишь, я и хендзон поработал, и пописал рекомендательные письма И, в общем, я прошел, по сути, через все этапы, как мы собирали эти документы и делали кейсы на Global Talent Visa А в итоге начал нанимать команду, собирать людей Сначала самостоятельно, потом нанял HR, который уже нанимал людей нам Ну и формировал так элементы процесса, которые сейчас, в общем, у нас достаточно популярен И вот мы среди, в общем, этой всей ReloTech-тусовки, ReloTech-индустрии, в общем-то, выделяемся как раз нашим подходом в плане производства документов, производства кейсов Мы работаем в формате конвейера, мы не работаем в формате, что один человек сидит и делает все документы У нас есть специалисты на каждый тип документа, есть отдельные ресерчеры и так далее В общем, вот это все, построение этого процесса, это есть моя работа, эффективность, это моя главная метрика Поэтому я и операционный директор, соответственно, я этим и занимаюсь В общем, и дорос до этого, по сути, начиная сам собирать процесс, где я был единственным звеном в этом процессе То есть я сначала все прошел, все эти этапы, пописал, попроверял документы, попадавал клиентов, пообщался с ними, попродавал тоже Ну, как это обычно бывает, когда стартап на ранней стадии Вот, но потом начал собирать команду, обучать людей, и вот сейчас мы уже в большом таком объеме обрабатываем кейсы И вот по последней статистике, уже последняя такая похвальба с моей стороны TechNation недавно сообщали, сколько они эндорсментов, в принципе, выдали за прошлый год и по разным регионам И 30% всех эндорсментов с территории СНГ – это наши клиенты за год Вот, и это была такая очень приятная цифра для нас, но, в общем, it's only the start, как говорится Да-да-да, как это Все именно так, слушай, да, очень-очень круто, здорово, когда есть возможность поощупать все это руками Не просто прийти уже на насиженное место, да, или вместо кого-то, когда уже все построено, да Ты приходишь неким видением, да, и как-то там адаптируешь, да, ну или еще, как это обычно бывает у нас Приходит со своей командой, да, руководители везде тащат своих людей, которые там расставляют места Круто, что у тебя именно такой опыт, формирование все с нуля, реально, это очень-очень здорово для любой индустрии В том числе, как раз и для RealTech А давай теперь как раз перейдем непосредственно к описанию продукта, ну, визы, да, в целом, да, как бы Конечная цель – это, понятно, получить визу в Великобританию и релацироваться Что такое виза талантов или Global Talent Visa и чем эта виза отличается от других типов виз, по которым можно приехать и там, ну, собственно, жить в UK Так, ну, давай попробуем по полочкам это все разложить Виза талантов отличается от всех других виз, именно по которым можно приехать жить в UK В первую очередь свободой, которую она дает Свободой и в плане получения этой визы, и свободой в плане реализации этой визы То есть, что ты с ней можешь делать К примеру, какие вообще есть варианты переезда в Великобританию Можно заявить, что ты крутой интерпренер, стартапер Показать свой стартап, показать бизнес-план, свои какие-то планы в UK Податься в акселератор, который может, соответственно, стать спонсором твоей визы То есть, акселератор в Великобритании И тем самым получить стартап-визу В чем проблема этой визы? Вот недавно, кстати, как раз Миша Шаронов, кофаундер Меграма, писал прикольную статью на Фарбсе Про то, что это виза по подписке Как мы любим рассказывать То есть, ты должен ежегодно платить примерно 10 тысяч фунтов акселератору Чтобы тебе продлевали визу По сути, это такая абсолютно легализованная коррупция, если честно, иммиграционная То есть, ты просто платишь за свою визу Им в целом, каким-то акселераторам меньше наплевать на твой стартап Каким-то больше им нужно только, чтобы ты чеки им отправлял Но в любом случае, это вот такая виза, которая все время тебя оставляет в состоянии Мне нужно кому-то давать деньги за существование в UK Другой вариант, очень распространенный, так называемый skilled worker виза Ну, это, по сути, рабочая виза Все про нее примерно слышали Они распространены во всем мире Ее главное ограничение, ну, как это я уже люблю называть Это, по сути, крепостное право третьей версии То есть, ты приезжаешь Приезжаешь, там, не знаю, в Meta, в Google, в любую компанию, где ты хочешь работать Приезжаешь в эту компанию работать И твоя компания, по сути, оплачивает тебе эту визу Является гарантом этой визы Если что-то произойдет Не сойдешься во мнениях с коллегами Захочешь уйти делать свое дело Уволишься Или попадешь под лей-офф И как вот случается сейчас с нашими, соответственно, коллегами В разных, соответственно, компаниях Ну, сейчас такой тренд, к сожалению Что ты делаешь? У тебя, по сути, два месяца на то, чтобы либо найти другую работу Где тебе тоже дадут визу А это не так просто Средние стартапы и мелкие компании Они очень редко имеют бюджет на такое Это дорогое удовольствие Ты либо находишь корпорацию, которая оплатит тебе новую визу Либо ты уезжаешь из Великобритании Оба варианта достаточно стрессовые То есть, по сути, находясь на рабочей визе Ты все время, опять же, в состоянии стресса А что будет завтра? Вот Global Talent Visa Это ответ на вот эти стрессовые достаточно условия В которые нас ставят визы другие Global Talent Visa Это виза, где ты на старте Должен доказать, что ты уже состоявшийся специалист Или имеешь потенциал стать очень состоявшимся специалистом Сможешь повлиять на британское, соответственно, развитие На развитие британской диджитал экономики И если у тебя это удастся Там по различным критериям О них, я думаю, позже мы поговорим То ты непосредственно сможешь получить визу И находиться в Великобритании Столько, сколько тебе необходимо И дальше вот вообще Абсолютно звездные какие-то условия Абсолютно удивительные Для всех людей, которым я рассказываю про эту визу То есть, ты можешь податься На любой срок От одного до пяти лет Получить резидентскую карточку То есть, все, ты резидент в Великобритании Все отлично Можешь на Шенген подавать оттуда же Можешь на американскую визу оттуда же подавать Как угодно Тебе дается эта карточка Ты можешь в этот же день Уехать из Великобритании Не появляться там вообще На протяжении срока действия визы Но, если тебе нужна эта виза Как минимум такой Safe point Как я очень часто С своими клиентами обсуждаю То есть, если вдруг что-то произойдет В месте, где я живу Там, будь это Белград, Барселона Или Нью-Йорк Я смогу в любой момент вернуться в Юкей В одну из самых безопасных Стабильных стран в Европе точно А ты можешь не находиться В Великобритании все это время Вернуться даже в последний день Действия этой визы Продлить ее еще На срок от одного до пяти лет И продолжить Колесить по миру Жить в Юкей Вообще не важно То есть, здесь абсолютная свобода Вот, примерно так То есть, эта виза Дает супернеограниченные возможности А самое главное Что она не привязывает тебя Никаким условиям в виде работодателя Университета Не знаю Ну, вот как в случае со стартапом К акселератору У тебя нет никакого вот такого Как бы мастера Которому ты должен подать, давать Или на кого-то работать Нет Ты приезжаешь как уже Сформированная личность Профессионал Который может искать работу Который может начать собственное дело Который может вообще пойти учиться Может делать все это одновременно Как угодно И такой достаточно приятный бонус По этой визе Депенденты То есть, это, например, партнер Человека, который подается на визу Либо, точнее, и ребенок Или дети Человек, который подается на визу Они также получают резидентские карточки И также не ограничены в своих возможностях То есть, супруг, супруга Как угодно, партнер Который переезжает с основным получателем визы В Великобритании Может также работать Учиться делать собственный бизнес И это все, в общем, на ладони У нас был очень смешной пример Как мне кажется, просто забавный достаточно Был клиент, который изначально связан с IT И переезжал по IT визе То есть, по Global Talent в Digital Tech То есть, то, что мы делаем Но в итоге ему приспичило сделать стартап Вообще в сфере beverages То есть, он хотел безалкогольные напитки начать делать И он начал их делать Потому что он свободен Он может делать все, что хочет Вот Это кратко такой экскурс Почему я искренне считаю Что Global Talent Visa Это очень классный вариант Для людей, которые хотят Наверное, самого главного Это свободы передвижения И отсутствия ограничений Слушай, ну да Тут налицо как раз отличие От Digital Nomad Visa Потому что, понятно, ну там Если новом визе в разных странах Везде по-разному условия Ну, как правило Это все-таки накладывает Если не ошибаюсь Тоже в Португалии Минимум полгода жить То есть, большую часть времени Ты должен находиться Да, в стране Получение визы Да И, собственно, как раз Ну, обеспечить себе Все условия для жизни Для своей семьи Ну, для себя как минимум Для своей семьи А смотри Вопрос следующий Звучит прям очень круто А есть ли какие-то ограничения Которые накладывает эта виза Потому что наверняка Есть какие-то нюансы Подводные камни Не все так явно Есть Но на самом деле Этих нюансов не очень много И они, честно говоря Практически на виду Эта тема Эта виза многих удивляет Что каких-то прям сильных Подводных камней Не существует А первый нюанс И переехав по этой визе Ты не можешь работать Как профессиональный врач И ты не можешь работать Как профессиональный спортсмен Не знаю, насколько это релевантно Для наших слушателей и зрителей Но в любом случае Вот такие два факта есть Как бы даже если ты переезжаешь Там по Global Talent Там в Digital Tech И ты занимался чем-то В области медтека Ну, и ты там имеешь Какую-то врачебную специальность Нет, ты не можешь быть врачом Это, ну, вот такой запрет Вот, но кроме этого факта И вот второго, который сейчас назову По сути, ограничений нет Второй факт Это получение постоянного Вида нажительства То есть постоянного резидентства Или то, что нас называют На территории XSNG ПМЖ ПМЖ Да Как получить ПМЖ Вот здесь уже вступают В роль правила Нахождения в Великобритании То, что я рассказывал до этого Относится в первую очередь К просто продлению этой визы То есть продлевать ее Ты можешь бесконечно В принципе До момента, пока визу не закроют А пока программа вроде Не планирует закрываться Они все время Постоянно напоминают нам Я имею в виду В общем, британское МВД МИД Они все время говорят о том Что им очень важно Привлекать талантов В любом случае Логика следующая Если ты хочешь уже постоянный вид На жительство ПМЖ И потом Перейти уже к гражданству Соответственно, к паспорту Британскому Здесь, да Есть условия проживания То бишь Получив визу Если ты сразу уже настроен Идти на ПМЖ И на паспорт Нужно жить на территории Великобритании Не менее 9 месяцев В каждый год И тогда Через 5 лет Получается Да Через 5 лет Ты сможешь Податься уже на паспорт До этого Еще чуть раньше Через 3 года С начала действия визы Ты можешь податься на ПМЖ ПМЖ Это уже бессрочно Не сгорает В общем Тоже полезная штука Как мне кажется Вот нашу эпоху Тотальной неопределенности Вот Это такой плюс Если хочешь только ПМЖ То можно жить полгода Каждый год В Великобритании В течение 3 лет И тогда Получаешь ПМЖ Ну в целом Можешь не идти за паспортом Кому-то он не нужен Кому-то нужен Вот Но тоже Такая опция есть Вот такие Подводные камни Не знаю Насколько они подводные Насколько они камни Но такое есть Ну слушай Да Это все достаточно решаемо Кстати по поводу Я когда тоже читал Про получение резиденции В Великобритании И когда ты получаешь ПМЖ Ну то есть там вот После 3 лет Или там 5 лет Ну там в зависимости Да А по-моему через год После получения ПМЖ Можно претендовать уже На гражданство То есть на паспорт При условии сдачи Там английского языка Ну то есть там истории Ну вот этих всех вещей Которые как обычно Бывают То есть здесь никаких ограничений Нету Да С точки зрения Global Talent Ты получаешь ПМЖ Потом резиденство Ну если хочешь конечно Здесь все Все в порядке Да Смотри То есть ты получаешь ПМЖ Потом хочешь Поддаешься на гражданство А по срокам Если уж совсем вдаваться В подробности У Global Talent Visa Есть как бы Два Два подтипа визы Есть виза Talent И есть виза Promise Как понятно из названия Talent Это про уже Специалистов с опытом Чаще всего это люди С опытом больше пяти лет в IT А Promise Как понятно из названия Это люди которые Еще в начале своего пути в IT И скорее всего у них опыт Ниже пяти лет Меньше пяти лет Вот А если мы подаемся с тобой На Talent То мы получаем Соответственно Уже карточку Компания И тогда Ты можешь Непосредственно Меня хорошо слышно? Или нет? Да-да-да Был какой-то Был лак Я не знаю Это либо у меня Либо у тебя Может Так Сейчас ты чуть-чуть Подзавис Так Вроде у меня все норма Сейчас провис Так И сейчас нормально? Да-да-да Было не слышно Сейчас слышно Можешь еще раз повторить ОК Где-то Ну последнюю минуту где-то Да Окей Да, конечно Давайте еще раз В общем Есть два типа визы Promise и Talent Если мы говорим Про Talent То все как я описал Три года Живем в Великобритании Получаем ПМЖ Еще через два года Получаем паспорт Если мы говорим С вами про Promise Это такая Как бы чуть-чуть Младшая сестренка Талента Она не ограничивает Никак В ваших возможностях На территории Великобритании Но увеличивает Срок до ПМЖ ПМЖ получаете Через пять лет И паспорт Еще через год То есть Итого На Таленте Паспорт через пять На Promise Паспорт через шесть лет Total Вот Гуд Все понятно Слушай Спасибо Давай тогда Коснемся Раз уж Как начали говорить Что есть два Два типа подвизы Говорят Может видео отключить Чтоб не лагало Но я так понимаю Сейчас Вроде разлагало Если сейчас Еще будет лагать То конечно Что-нибудь придумаем Я думаю Что да Можно тогда Будет выключить Да Сейчас Сейчас все гуд Тогда продолжаем Ты начал как раз Говорить Что Есть там Старшая сестра Младшая Талент и Promise Давай поговорим Как раз Кто вообще Может претендовать На эти визы Ты сказал одно условие Это минимум Пять лет в IT Ну опять же Как бы в IT А кем в IT Сис админом Или разработчиком Или там Не знаю Проджектом Ну ты понимаешь IT же это там Супер Широкое понятие Можешь сказать Чуть больше Именно про Кто является талантом Кто такой талант Да Давайте сразу Начнем С такой Терапевтической части Она мне кажется Очень важной Потому что На самом деле Вот эти визы Я их называю Талант и Promise Но полностью Они называются Exceptional Talent и Exceptional Promise Exceptional Слово очень громкое То есть это Какой-то Человек Один Одинственный Экземпляр в мире Один из Из очень немногих Не нужно К этому слову Относиться Как Какой-то такой Не знаю Отметки Что нужно быть Вот прям Невероятным На визу таланта Может податься Компетентный Специалист Вот это то Что я могу Наверняка вам сказать Не нужно быть Невероятным Там победителем Всего Выиграть все Возможные премии Включая Нобелевскую И так далее Это все Не обязательно Важно быть Компетентным Специалистом У которого Есть успехи За плечами Профессиональные успехи И какое-то Наличие Там публичных Выступлений Либо присутствий Там в Каких-то медиа В плане Там интервью Вебинаров Каких Всяких Возможных Как Презентаций Подкастов И так далее Вот это то Что нужно Кто может Претендовать Здесь на всякий случай Еще одну помарочку Если мы подаемся На таланта Да Чаще всего Это опыт Пять лет и больше А вот если на промис Наоборот До пяти лет Можно Можно подаваться Если у тебя До пяти лет опыта То есть Ну Это считается Вот по меркам Британии Начинающий IT специалист IT действительно Большое Про что мы Здесь говорим Мы здесь говорим Про работу В первую очередь Так называемых Продукт лет Диджитал Компаниях Что такое Продукт лет Компании Ну давайте Приведем пример Есть например Корпорация E-PAM Это такой Огромный Аутсорс Они У них есть Внутренние продукты Но в основном Они делают На заказ Заказную разработку А вот это Не продукт лет Компания Потому что У нее нет Своего Проприетарного Продукта Который она Реализует на рынок В B2C Или B2B А вот например Есть там Любой сервис Такси Любая компания Которая владеет Сервисом такси У них Продукт Абсолютно Понятный Они работают Над приложением Которое позволяет Вызывать такси И реализуют его На рынок Опять же B2C B2B Не важно Вот я взял Специально крупные Примеры Но вы можете Легко их уменьшить До масштабов Там города Страны Региона Это не имеет Значения большого То есть Здесь Разница Вот эта Это должен быть IT-специалист Не важно Будет он В первую очередь Из бизнес-поля Или технического поля Он должен быть Из компании Которая Product LED Которая Соответственно Формирует Свои проприетарные продукты И реализует их На рынок Таким вот Формализованным языком Если говорить Если чуть Даваться в подробности То я поясню Что такое Бизнес-аппликант И бизнес-заявитель И заявитель Технический Технические Заявители Это люди Ну Конкретно Технического склада Технического Бэкграунда Это Data Science Это Software Engineering Всех возможных Мостей Frontend Backend Fullstack Не важно В первую очередь То есть Две группы Ну и плюс Все Что связано С кодом Вы пишете Код Вы технический Специалист Можно сказать Так И Параллельно С этим Есть бизнес-аппликанты Бизнес-заявители Это Продакт-менеджеры Проджект-менеджеры Это Бизнес-девелопмент Специалисты Это HR Это Очень часто Там Ну Там Синер-менеджмент В кастомер-саппорте И так далее То есть Это люди Вот такого Склада Которые Занимаются В IT Именно бизнес-стороной Вопрос Вот И те и другие Могут податься Просто Для технических Специалистов Они так Чуть в большей Фаворе Поэтому У них Есть такое Специальное Как сказать Чит-код В общем Условия Специальные Они могут Не работать В диджитал-компании Они могут Работать К примеру Ну в каком-нибудь Большом ритейле Я не знаю Волмарт Или Что-нибудь Из знакомого Нам там Вкусвил Пятерочка Что угодно Да-да-да Х5 ритейл Да Именно так Вот То есть Они могут Работать там Но так как Они технические Специалисты Они скорее всего С большой долей Вероятности Работали над Какими-то продуктами Этого ритейла Потому что Сейчас нет ритейла Которого нет В диджитале Они все Сейчас там Поэтому Технические Специалисты Могут Не работать В продакт-лет Диджитал-компании А вот Бизнес-специалисты Должны работать Именно в этой Сфере компании Вот Наверное Это самый главный Такой здесь Как сказать Водораздел Потому что При том Что мы с тобой Прекрасно понимаем Как люди Которые знакомы с IT Что Люди Которые работают В аутсорсе В агентствах И так далее На самом деле Они гораздо больше Иногда погружены В продуктовую разработку Потому что Они делают продукт Как бы Как сказать Turnkey solution Извините Я просто говорю На миксе Английского и русского Но в общем Под ключ Делают Какие-то разработки Они как раз Могут даже больше Про это знать Они не делают Отдельный кусок Продукта Но к сожалению Вот здесь Нам пока не удается Перебороть Британские Соответственно Миграционные правила И для этой визы Существует Вот этот водораздел Если это не Продукт лет Компания К сожалению Ворота закрыты Вот Тут как раз Вот тоже Олеся спрашивает По поводу Пяти лет Да Например Я четыре года Ну или там Кто-то Четыре года Работал в Епам Да А последний год Работаю Я не знаю В Uber Я условно говорю Да В X5 Retail Тем же Я не знаю Фронтенд разработчиком Да Это считается То есть Как бы Что у меня Пять лет Есть опыта в IT Но при этом Реально Только один год Где я работаю Вот это В продуктовой компании Как здесь Вот это происходит Слушай Здесь Следующим образом Это считается За пять лет работы В IT То есть Они здесь Не идут Прям настолько сильно Навстречу Не говорят Только годы В продуктовых компаниях Считаются Нет Считаются все Вот эти пять лет Другое дело Что мы Вот с ребятами В Миграме Все время Мы в вечном Какой-то такой Как сказать Автономной борьбе С этими правилами Мы пытаемся найти Для наших клиентов Потенциальных клиентов Кто приходит Там к нам На консультации Варианты Как их опыт Адаптировать Под критерии визы И мы нашли Один из способов Я в общем Его раскрою здесь Потому что Это не такая Большая тайна Даже если Вот наш этот Человек Назовем его Не знаю Сергей Сергей у нас Работает В E-Pam А потом А потом В X5 Ритейл Мы Если понимаем Что Сергей За эти 4 года В E-Pam Работал над Какими-то Внутренними Продуктами То это же Продукты Это разработка Продуктовая И это Как показала Наша практика Работает Мы Эти продукты Превращаем В его Главный Такой Фронт работ В E-Pam А дальше Говорим Про X5 Ритейл И про то Как круто Он там Поработал Над какими-то Уже Конкретными Продуктами Вот То есть Это можно обойти Этот срок Будет считаться Полным То есть E-Pam Будет тоже Считаться Потому что Это все еще IT Вот если бы Человек Например Работал бы Сначала Ну я не знаю Господи Просто В магазине Продавцом Или бухгалтером В каком-то банке Или Кем угодно А потом Решил Сменить спектр Сменить сферу Своей деятельности И последние 2 года Работает Не знаю Продуктовым аналитиком Ну вот Мы тогда возьмем Эти последние 2 года И будем подавать Его на промис Потому что Он сменил Сферу Своей деятельности И на самом деле Опыт войти У него Всего 2 года 2 года Окей Смотри Такой еще вопрос Тоже уже лично От меня Учитывая внешнеполитическую Ситуацию Обстоятельства Работа В санкционных Компаниях Ну весь Крупнейший банкинг Сбер ВТБ Альфа И так далее Под санкциями Это имеет значение В каких компаниях Ты работаешь сейчас Или важен Просто сам факт Работы В продуктовой Компании Смотри Здесь я могу Опираться только На наш опыт Благо у нас Сейчас Самая большая Дата Датабаза И отказов И эндорсментов В принципе Среди всех наших Коллег И конкурентов На вот этом Рынке Global Talent Но исходя Из нашей аналитики Это не имеет Значения Все в порядке Можно работать И в этих Компаниях Тоже Главное Как раз Правильно Представить Свой опыт Я имею ввиду Показать Где были Успешные Успехи Так сказать Где были Какие-то вещи Которые Подчеркивают Что Ты достаточно Крут Чтобы податься На визу Вот Ну и для примера У нас очень много Было клиентов Из Подобных Компаний Смежных Вот И с момента Начала Февральских Событий Мы подавали Людей И они получали Андросменты Я не заметил Ни одного Отказа С какими-либо Формулировками Политического Характера Все-таки Организация Которая проверяет Наши заявки Она называется Tech Nation Они заявляют Публично Что они вне Политики В принципе Они не могут Это будет Нарушением всех В общем Прав и свобод На самом деле Это буквально Это буквально Нарушение Всех Идей На которых Строится Европейское Общество Так что Слава богу Такого нет Еще один вопрос Тоже как раз Связанный С Промис Визой Не секрет 35 Реверансы Да При этом Может быть Человек Вполне Медийный И так далее Наверное Здесь нужно Сделать Опять Реверанс Потому что Я говорил Это должен Быть В любом Случа Компетентный Специалист Я не хочу Ни тебе Ни себе Ни нашим Компетентный Специалист С успехами В IT За плечами То есть Просто Если ты подаешься На промис Этих успехов Может быть Меньше То есть Это могут быть Не работы В большой пятерке Там в Нетфликсе Или там В других Компаниях В Apple Это могут быть Может быть Работа В небольших Стартапах Это может быть Работа В региональных Стартапах Мы подавали Таких ребят Они получали Свои промис Причем Они достаточно Уже В общем Им там У них подходит Срок работы В IT К пяти годам То есть Они почти Уже Скоро Только таланты Не смогут быть Промисами Но они получали Промис Все в порядке Но эти успехи Должны быть Гуд Я понял Уточни пожалуйста Анастасия спрашивает IT рекрутер Тоже попадает Под Под бизнес Направление Визы Здесь такая Очень HR в IT И рекрутеры в IT В принципе Вот эта вот Сфера Это такая Очень тонкая Материя Для global talent Визы То есть Если Вы занимаетесь Только Наймом Сотрудников Их адаптации И так далее То есть Это классическая HR работа То Это к сожалению Не подойдет Потому что Это не влияет На продукт Напрямую А вот Если Вы например С своей командой Разработали Какой-то HR платформу Проприетарную Для своей компании Разработали Какой-то продукт Который позволяет Вам искать Сотрудников Или интервьюировать Их Быстрее Вот этот Вклад В продукт Он достаточно Важен И на этом поле Вот к сожалению Например HR специалистам Бывает сложновато Потому что Нужно Показать Вот этот Вклад В продуктовую Составляющую Компании То есть Это должно Быть Что-то Может Быть Связано С HR Может Связано Не С HR Но Это должно Быть Что-то Продуктовое Просто Наим Людей К сожалению Здесь Не Сработает Я понял Спасибо Алексей Также Спрашивает Как Опыт Нужно Подтверждать То есть Здесь Больше Именно Про Форму Трудоустройства Нужно Обязательно Отработать В штате Подает Ли самозанятость Или договор Гаждан Спорного Характера Или ГПХ Или Например Фриланс Например Я Фронтенд Разработчик У меня На Отворке Портфолио Или Где-нибудь На Аналоге Российском Юду Например Я Собираю Заказы Подойдет Ли это Или Обязательно Это Штат С Трудовой Книжкой И так Далее Трудовые Книжки Разумеется Их не Существует В Великобритании Как и Во многих Других Странах Мира Но Да Здесь Условие Следующее Обязательно Должна Быть Работа Инхаус Это Может Быть Фулл Тайм Либо Портайм Фриланс Работа Здесь Вот Так Вот Если Прямо Просто Показывать Что Я На Апворке Делал То-то Се-то К сожалению Это Не Засчитывается Необходимо Показывать То Что Человек Работал В штате Вот И Именно Этим Мы Подтверждаем То Что Что Он В принципе Работал В этой Компании Но Сразу Подчеркну Я Подозреваю Что Мы К этому Сейчас Перейдем Просто Рассказать О том Что Я Работал В какой-то Компании Определенное Количество Лет Это В общем Это Базис На Которую Нужно Настраивать Реальные Примеры Успехов Которые Были У тебя В этой Работе Это Как раз То Чем Мы Например Занимаемся С Нашими Клиентами Супер Спасибо Тоже Вопрос Константина Помогает Ли Ну То есть Увеличивает Ли Шанс Работа В крупных Международных Компаниях Дел Майкрософт Не знаю Какая-нибудь Там Крупная Пятерка Четверка Ну Консалтинг И так далее И так далее Или это Неважно Ну Здесь Опять же Поправлю Если Это Консалтинг То Мы Это Сразу С вами Либо Закрываем Либо Ищем Внутренние Продукты А если Мы говорим С вами О крупных Компаниях Ну На самом деле Разницы Большой Нет То есть Мы же Все равно Подает вас Не компания Вы подаете Сами себя Если вы Достигли Больших Успехов В большой Компании Супер Если вы Достигли Больших Успехов В компании Небольшой Это все равно Будет Отлично То есть Я не видел Здесь большой Взаимосвязи Наверное Только Если Это Да Если Это Именно Корпорации Большой Пятерки У их Работников Чуть Выше Шанса На то Чтобы Получить Глобал Талант Визу Потому Что Чаще Всего Туда Соответственно Берут Людей На какие-то Серьезные Проекты Уже Людей С каким-то Опытом Бэкграундом Я пока Не встречал Среди Наших Клиентов Людей Которые Начали В гугле С интерна И доросли До Л6 То есть Синер Директор Региона Я таких Не встречал Поэтому Там Чаще Всего Работают Профессионалы С большим Опытом И только Поэтому У них Шансы Выше Не потому Что Они Работают В гугле Еще Наш Постоянный Зритель Кирилл Спрашивает Если Есть Большой Опыт Работы В международных Компаниях С Продакт Лет В том Числе Производителя Софта Как Финансовый Директор Сфо Можно Акцентироваться Как Бизнес Акцентируя Работу На Бизнес Финансах То есть IT Компания Но Финансовый Директор Защита Ну Как Обычно Я люблю Говорить Нужно Будет Все равно Посмотреть Детали Поэтому Если Будет Интересно Кирилл Пожалуйста Записывайтесь На Бесплатную Консультацию У нас На сайте С радостью Пообщаемся Уже Разберемся В деталях Но Если Говорить Исходя из Информации Которую Сейчас Кирилл Нам Дал Да Это Можно Использовать Для подачи На Global Talent Visa Если Мы Сможем С Кириллом Найти Точки Соприкосновения Взаимосвязи Между его Решениями И успехами Продуктов То есть Один из Критериев Подачи На Visa Я так Приоткрою Завесу Тайны Мы К этому Сейчас Перейдем Это Вклад В развитие Продукта Поэтому Очень важно В продуктовой Компании Работать И вот этот Вклад В развитие Продукта Он же Может быть Как прямым В формате Я написал Код Он заработал Конверсия Увеличилась Поехали Он может быть И косвенным Я правильно Составил P&L Я правильно Составил Форкас На следующие Два месяца Заявил о том Что нам здесь Нужно срезать Косты А вот здесь Мы можем Сделать ставку На какое-то Направление Мой Форкас Сработал Мы выиграли Или я подготовил Правильную Документацию Для того Чтобы поднять Очередной Инвестиционный Раунд Тоже супер Вот Наверное Так Да И тогда Да Сейчас Последний вопрос Тоже от Олеся Ну применимо Конкретному Кейсу Я думаю Перейдем Как раз К процессу Уже Подачи Олеся Пишет Мой муж Фронтент Разработчик В крупном Польском Издательстве Школьных Учебников Клиенты Учителя И школьники По всей Стране У них Есть внутренние Продукты Где он Принимал Непосредственное Участие Делал Интернет Магазин Писал Обучающие Игры Для школьников Сейчас Разрабатывает Внутреннюю CRM Систему Для Дела Продаж Подойдет Ли это Ну вообще Звучит Сейчас Вот на том Уровне Которым Олеся Рассказала Да Подойдет То есть Это Классический Пример Где человек Работает Не в Диджитал Компании То есть Понятное Дело Что они Занимаются В первую очередь Издательское Дело Это Немножко Не про Диджитал Но Это Технический Специалист Который Судя по Рассказу Влиял На Ряд Продуктов Пока Вижу Что Подходит Там Дальше Нужно Детально Смотреть Что Именно Было Сделано Какие Метрики И так Далее И вот Алексей Тоже Подправляет А вообще Список Позиций Профессий Да Потому что Понятно Софтвер Инженер Проджекта Продакта И так далее Где-то Он может быть Есть На сайте Консульства Великобритании Или еще что-то Или это все В индивидуальном порядке Нет четкого Понятно Врач Не получит Спортсмен Не получит А вот Этот Сисадмин Получит Система Инженер Такого Полноценного Списка Нет Но Я вам Рекомендую Посмотреть Гайд Текнейшн Организации Текнейшн Если понадобится Я потом могу Переслать ссылочку Постмитом И можно будет Запостить Соответственно В канал И так далее В общем Там Организаторы Всего этого Всей этой истории Которые проверяют Наши заявки На визы Они Не Скидывают Прям список Но они Упоминают В этих гайдлайнах О том Какие Роли Чаще всего Не проходят И то есть По обратному принципу Если эти не проходят То остальные проходят Своему опыту Могу сказать Что проходит Большинство Проходит Там Из таких Как бы Ролей Которые По которым Часто задают Вопросы Это QA-инженеры Они проходят Кастомер-саппорт Специалисты Реже всего Проходят Если это Менеджер Кастомер-саппорт Чаще Проходят Потому что Менеджер Может Тоже Разработать Какую-то Систему Продукт Для своих Сотрудников Связанных С саппортом То же Классический Спектр Специальностей И технический Бизнес Все остальные Подходят Прям Нормально Супер Спасибо Давай тогда Перейдем Как раз К Особенностям Подготовки Заявки На визу Собственно Как Иммигран То есть Помогает В этом Потому что Ну понятно Любой человек Может Подать Взять Пакет документов Условно Простоять Галочки Собрать И отправить В чем Отличие Как раз Непосредственно Собственно Как раз Ну От Как бы Свободного Получения То есть И Непосредственно Через Иммигран Есть Короткий Ответ Свечу Коротко Сначала Просто Мне очень Нравится Этот Ответ Ответ Следующий Мы Помогаем Преодолеть Синдром Самозванца Это Короткий Ответ Теперь Длинный Ответ Виза Очень И очень Конкурентная То есть Очень много Заявок За прошлый Год Одобрили Только 50% Пример По Статистике TechNation А у Нас Сейчас Саксес Рейт 96% Из Тех Кого Мы Подаем Что Это Значит Это Значит Что Мы Умеем Сделать Следующее Взять Клиента Разговорить Его И получить От него Нужную Информацию Понять Где Его Сильные Стороны Сформировать Стратегию Кейса Потому Что Есть Список Критериев На Которые Мы Подаемся И В этом Можно Запутаться Я Про Них Кратко Еще Скажу Формируем Стратегию Кейса На Какие критерии Мы Подаемся Потому Что Их Надо Выбрать Формируем Список Документов Которые Нам Надо Либо Собрать Вместе С клиентом Либо Мы Их Создадим И клиенту Нужно Будет Сходить Поподписывать Их У Соответствующих Лиц Рекомендательные Письма Чаще Сего И Различные Благодарности От Организаторов Конференций Все это Мы Делаем И Из-за того Что мы Люди Которые Знают Как Рассказать Историю О том Почему Ты Крутой Достаточно Крутой Для Global Talent Visa И Мы Не И Для себя Имеем Синдром Самозванца Но Для Клиента Мы Не Имеем Мы Обрубили У нас Его Нет Это Атавизм Для Нас Вот Из-за этого Мы Рассказываем Историю Максимальных Красок То есть Мы Прямо Говорим О том Что Да Я Один Из Немногих Я Достиг Больших Успехов И Сейчас Еду Великобританию Достигать Еще Большего Да Это Достаточно Яркий Язык Да Многие Из наших Клиентов Когда Это Читают Начинают Краснеть И Говорить А можете Немножко Сбавить Тон Мы Говорим Нет Потому Что Мы Пришли Здесь Не Написать Мягкое Письмо О том Что Ну Я В Команде Команда Вперед Нет Мы Пришли Выиграть Визу А это Личная Виза Выигрывает Талант Выигрывает Человек Конкретная Личность Которая Достигла Успехов Вот И Я думаю В этом В общем Наше Главное Отличие Ну И Кроме Этого С точки Зрения Технической Вот Мы За последний Соответственно В прошлом Году Уже Год Назад Мы Запустили Собственную Платформу Где Человек Может Либо Пойти Вообще По пути Самостоятельного Сбора Документов Где Он Получает По сути Такого Электронного Виртуального Помощника AI Driven Который Считывает То Что Он Пишет Когда Рассказывает О себе Предлагает Ему Различные Пути Помогает Ему Написать Рекомендательные Письма Самостоятельно Собрать Весь Кейс И Подать Его Это Первый Вариант И Второй Вариант Это Наш Полноценный Сервис Где Мы Делаем По сути Эту Работу Под ключ То Что Я Описывал То есть Собираем Информацию Обсуждаем Формируем Документы Все Собираем И Подаем Вот И все равно Мы это делаем Все так же Через Платформу Чтобы Мы Могли С клиентами Оставаться Всегда В таком Приятном Friendly Digital Поле Вот Наверное Это главное Что нас Отличает Нас Отличает Внимание Вот К этим Деталям И Вот Эта Неуступчивость Гайду Потому Что Многие Люди Когда Читают Гайд Они Сразу Думают Что Я Не Попаду Ну Потому Что Там Написано Ты Должен Будь Эксепшен Мы Говорим Нет Нужно Быть Компетентным Специалистом И Правильно Показать Свои Успехи Как Показывает Наша Практика То Что Мы Все Еще Преуспеваем А уже Три с половиной Года Прошло С того Как мы Стартанули В целом Видимо Мы Оказались Правы Вот Наверное Так Да Я Думаю Вкратце Вот так Ну И Там Есть Различные Другие Приколы Как Вот Я Описывал Например С этим Епамом И Виртуальным Сергеем То есть Вроде Как Человек Стопроцентный Отказ До свидания Мы Не делаем Кейс Но Мы Углубляемся Мы Создаем Вопросы Мы Ищем Варианты И это Мы Делаем Сразу На Консультации Как Только Человек С нами Хочет Просто Пообщаться Обсудить Свой Кейс Мы С ними Собираемся С этими Людьми И обсуждаем Их Кейс Соответственно Докапываясь До вот этих Деталей И Как Только Мы Находим Какие-то Детали Которые Нам Позволяют Кейс Развернуть В плюс Мы Идем Делать Его Супер Ну Я Здесь Полностью Поддерживаю Историю Связанную С синдромом Самозванца Как Известно Человеку Нужен Человек И Не Все Могут Сапожник Без Сапог Не Все Могут На себя Посмотреть На свой опыт Со стороны Нужен Человек Компетентный В этой Сфере Кто Разбирается В каких-то Нюансах Получения Виз Самопрезентации И так далее Как человек Который Помогает Все-таки Находить Работу Тоже Понимаю Что Люди Но Опять же Это Свойственно Нашему Менталитету Что Не высовывайся Ты Такой Как Все Это Из Детства И Поэтому Мы Привыкли Я Не Я А вот Это Команда Или Мы Вместе Сделали Понятно Это Важно Нужно Понимать Где Нужно Говорить Про Команду А Как Ты Правильно Заметил Где Нужно Говорить Про Себя Все-таки Виза Персональная Ты Не на Команду Получаешь Какой-то Грант Или Еще Что-то Гуд Полностью Согласен Здесь Как раз Тоже Еще Вопросы И Мы Как раз Плавно Перейдем Глобал Талент В УК Отличается От Оу В США Как раз Я предлагаю Чуть быстренько По вопросам И начать Британский Диплом Онлайн Образование Увеличивает Шансы Или Это Никак Не влияет Никак Не влияет Как И Кстати Это Еще Один С одной Стороны Плюс А для Тех Несчастных Как и Я Сдававших Айлс Это Экзамен На знание Английского Языка Эти Дипломы О знании Английского И Университетские Дипломы Никак Не влияют На получение Глобал Талент Виза То есть Нужно Просто Показать Профессиональный Опыт Публичный Профиль Выступление И так далее Образование Здесь Большой роли Не играет Пока У вас Не Кандидатская Степень То есть Не PHD А PHD Кратно Увеличивает То есть Кандидат Наук Нет Кратно Не увеличивает Но Свое Влияние Вносит Потому что Обычно За PHD Следует Что Если ты PHD Скорее всего У тебя есть Определенный Блок Статей Которые Ты опубликовал Потому что Есть Кандидатский Минимум Не только По знаниям Но и По количеству Публикаций А вот Публикации Играют Большую роль Есть Какие-то Выступления Выступления Играют Большую роль Возможно Есть Какие-то Патенты Патенты Играют Огромную роль Примерно Так Гуд А есть Лимиты По визе Сначала Позицию Официальную Которая Есть У TechNation А дальше Мою Личную И в общем Нашу Внутрикорпоративную Догадку Квот Нет Виза Выдается В зависимости С того Насколько Человек Проходит По ее Критериям Это Позиция Официальная Наша Позиция Квота Есть Она Заканчивается К концу Года И поэтому Мы Следим за тем Чтобы не Подавать Большое количество Клиентов В период Конца Календарного Года Мы Специально С ними Со всеми Общаемся Мы знаем Как они Переживают Как они Хотят Скорее Получить Своё Одобрение И переехать В Великобританию Но мы Просим Их Давай Мы чуть-чуть Подождем В январе Мы подадимся И ты получишь За две недели Своё Одобрение И все Будет Супер И так Работало Но вот Этот год Период С декабря По январь То есть 22 По 23 Год Рубеж История Она Накладывает Свои ограничения Есть ощущение Что да Я понял Лето Нет такого Период То есть Август Отпуска Это всё Нет Это скорее Наоборот Такая Это моя внутренняя боль Что многие клиенты Просто говорят Слушайте А мы Наверное Сейчас В отпуск И не хотим Ничего делать Мы такие Ну как же Ну мы же Почти закончили Погнали Уже подадимся Надо Хочется уже Закрыть этот вопрос Но У людей Свои планы Это тоже нормально Давайте После майских Классика Тоже Алексей Задал этот вопрос Ну как бы Личный Да Как раз Более Примен К непосредственно К кейсу Алексея В IT Пока что Нет опыта Курсы Стажировка За плечами Но есть большой Бэкграунд В электрике По сути Инженерские позиции Можно ли Получить визу По этому направлению Да Что удивительно Да Мы тут говорим С вами Про digital tech Но Ну просто У нас Такая специфика Мы в первую очередь Этому посвящали Эту встречу Но на самом деле Если вы зайдете На сайт Gov.uk И напишите там Global Talent Visa То вы найдете Список этих Global Talent Visa Они есть не только В digital tech То есть в IT Они есть в инженерии В архитектуре В искусстве В медицине Отдельное Специально для врачей И разумеется В науках Причем как в гуманитарных Это отдельно Так и в Так называемых Точных науках И естественных науках Слушай Очень круто Да Я просто Все вокруг IT А тут по факту Пространство для маневра Тоже вопрос В Европе Ну имеется В первую очередь Евросоюз Есть какие-то плюшки От наличия визы В плане трудоустройства То есть как-то Она помогает Или вообще никак Ну именно виза Британская Для трудоустройства В Евросоюзе Не поможет Просто потому что Сейчас ну Brexit К сожалению Мы живем Британцы живут тоже В новой реальности Для себя И чтобы переезжать В Европу И работать Там им нужно Делать визу Как и нам с вами Поэтому Здесь не поможет Где она поможет Она поможет Очень сильно При трудоустройстве В Британии Это один из таких Важных Селлинг поинтс Таких продающих Моментов Этой визы Потому что Работодатели Поставьте себя На его место Вы приходите Вы специалист Вы готовы Начать работать А вас не надо Перевозить За вас не надо Платить деньги А одна рабочая виза Может обойтись В 15 тысяч фунтов В 20 тысяч фунтов Это достаточно Крупные деньги Для Небольшого Или среднего бизнеса А это специалист Который уже готов Он уже Резидент Великобритании С ним не нужно будет Всю эту историю Проводить Он уже готов Работать Это круто Еще такой вопрос Мы говорили В самом начале Про срок Виза Каждому человеку Выдается На определенный срок Кому-то на год На два На три Ну пять максимум Ты понял Вот этот срок Он влияет На каких-то Исходных данных Или нет Нет Это исключительно Выбор заявителя То есть Ну там есть условия Просто Важное Что При подаче На визу Нужно оплатить Пошлину И оплатить Страховку Пока вы Не Непостоянный Резидент То есть У вас Не Не ПМЖ То нужно будет Оплачивать страховые Взносы Их оплачивают Они оплачиваются Вперед На весь срок Действия визы Порядка 682 фунтов За год Если я не ошибаюсь Возможно Ошибаюсь на пару фунтов А если мы подаемся На один год Нужно заплатить Всего эту сумму Но если мы подаемся На пять Мы пятикратно Эту сумму платим То есть Больше трех тысяч фунтов Чаще всего Люди подходят К этому вопросу С точки зрения экономии То есть Мне сейчас Виза в целом Не горит Могу сэкономить Несколько тысяч фунтов Лучше я там Поживу еще где-то Виза Для меня пока Это такой запасной вариант Пока не переезжаю Возьму ее на год Потрачу меньше Вот Ну в целом Все Прагматично Очень даже Ну да Алекс тоже Здорово А вы карьерные консультации Не проводите Типа вот С таким набором С таким Ну с определенным опытом Не пройдешь Надо развиваться В такую-то Или в такую сторону То есть Можно ли получить Какой-то взгляд со стороны Ты сказал Что есть бесплатная консультация Где разбирается Конкретный кейс И если человек Не подходит Да Ну просто у него Не дотягивает По опыту Ну мы не говорим Про джуна Мы говорим Что-то такое Какое-то пограничное состояние Да То есть Вроде опыт есть Но чуть Как ЕПАМ Например Да Ладно Это тоже Может какая-то Пограничная Вот Вы это Даете какое-то Направление Рекомендации Конечно Конечно То есть Наша цель Это помочь Наша цель Найти какой-то путь Для человека Который пришел к нам На консультацию Как ему все-таки Достичь своей цели Если его цель Это Global Talent Visa То мы найдем Какие-то пути помощи Как минимум Советом Направлением Подсказкой Плюс мы Чаще всего Постмитом После этой консультации Высылаем еще материалы По которым можно Просто там Погулять Почитать Походить Подумать В каком направлении Лучше развиваться А так да Это в общем Входит в наш разговор Потому что Хочется У нас были такие Просто случаи Когда человек приходил И это были там На заре соответственно Эмиграммы Приходил человек У него еще там Нулевой опыт Ну нулевой Для Global Talent Visa Я ему рассказал Что дружище Вот это тебе нужно сделать Я советую вот так И он такой Ладно я вернусь Давай через год Он возвращается через год Мы делаем ему визу Он уже в Великобритании То есть Есть очень классные Такие истории успеха И мы очень держимся За наше Наше сообщество Людей Которым Интересен Мир без границ Так же как и нам Ну и я наверное Еще угадаю Что очень много людей Приходит по сарафанке Правильно? Очень много Ну ничего Такая же история Давай тогда поговорим Сейчас про критерии Получения Много упомянули Уже в процессе Разговора Публикации Медийность Выступления Описание опыта И так далее Вот если как-то Может быть По полочкам Все это разложить Какие есть базовые критерии Какие желательно Ну то есть Те которые повышают шансы А какие можно пренебречь Как ты сказал Переобразование Да если это не PHD Не кандидат наук То в целом там Хоть уральские государственные Хоть московские государственные Да условно Там разницы нет Можешь чуть подробнее рассказать Конечно Базово в визе Global Talent В IT Есть четыре критерия Четыре точнее Опциональных на выбор И один обязательный Всего пять Соответственно Обязательный критерий Называется Рекогнишн Что это такое Это критерий По которому нужно подтвердить Что ты являешься лидером В своей сфере Ну то есть Будь это Не знаю Не знаю Роботы Data science Data science в ритейле То есть это может быть Очень узкая сфера Не так страшно Ты являешься лидером в ней И за твоим мнением Следят И в твое мнение Хотят услышать Его рассматривают Как экспертное По сути Этот критерий Равняется Какой у тебя Публичный профиль Хотят ли с тобой Приглашают ли тебя На конференции Или даже на метапы Или даже на подкасты Или на что угодно И все такое Во-первых А во-вторых Повлиял ли ты Как-то Достаточно Серьезно На развитие Рынка На котором Ты работаешь То есть Если это там Рынок Не знаю Онлайн рекламы Например Digital advertising То повлиял ли ты На него Как-то сильно То есть Такие вот Два больших пункта Это первый критерий Но по сути Это в первую очередь Публичный профиль Все выступления Все сюда Дальше идут Критерии на выбор Их всего Четыре Выбрать из них Можно всего два Другие два Не будут Никакой роли Играть Критерий номер один Называется Инновации Он В общем Говорит нам В прямом смысле О каких-то Новшествах Которые Заявитель Тот Кто хочет получить Визу Привнес В своей Компании И его работа Повлияла на работу Компании Очень важно По поводу Сразу по поводу Инновации Пока раскладываем По полочкам Скажу Не бойтесь Слово Инновации Это не Значит Что вы должны Быть Патентодержателем Десяти патентов Работать Там Не знаю В условном Снэпе И разработать Все их Компьютер Вижн Истории Связанные Там С масками Рамками И всем остальным Нет Вообще Не обязательно Что здесь Обязательно Это правильно Представить Свой опыт И если у вас Есть Какие-то Новшества На уровне Компании На уровне Региона На уровне Рынка То это Уже Хорошо Любой из Этих Масштабов Просто Надо правильно Об этом Рассказать Потому что Какие-то Инновации Это на самом деле Инновации Для рынка Какие-то Инновации Это просто Что-то новое Внутри Компании Здесь Единственное Очень важное Правило Этот критерий Как и на самом деле Спойлер Все критерии Не имеют Нормальной Количественной Оценки В самом Гайде То есть Мы для себя Ее выработали Проприетарно Эти количественные Оценки Только из-за того Что мы подаем Огромное количество Людей И можем отслеживать Результаты Этих подач То есть Это по сути Метод Пропа ошибок Мы выработали Систему Вот Но в Гайде Единственное Понятное Объяснение Что такое Инновация И как ее Доказать По гайду Это Единственная Фраза Должен быть Market traction И market validation То бишь Нужно показать Прибыльность Своей компании Что она Действительно Производит Продукты Которые Позволяют ей Не просто держаться На плаву Но и расти В денежных Средствах В общем Это критерий Инновации Второй критерий Называется Outside Occupation Или по-другому Волонтерская работа Это все Что не связано С основной работой Вот давай Если ты не против Давай вот Личный пример Иван Подскажи пожалуйста Ты сейчас же У тебя есть Какая-то еще Фуллтайм Или партайм Занятость Или вот то Чем ты занимаешься В плане развития Комьюнити Это твоя основная работа Есть занятость Да Как раз то что Ну то есть То что мы сейчас делаем Да Ведение там Телеграм-канала Ведение LinkedIn Консультирование Карьерное Да Это пока Ну да Моя сайт работа То есть пока Великолепно Ты уже практически Подходишь на то Чтобы податься На этот критерий Потому что У тебя есть Постоянная какая-то работа Неважно Какая В общем она есть Она возможно В диджитал теке И есть Не работа А вот такой По сути Это тоже чем ты занимаешься Мы можем представить Как комьюнити билдинг То есть Я абсолютно Безвозмездно Помогаю Большому количеству людей Рассказываем про вакансии Обсуждаю с ним Вакансии очень важно В IT То есть это в любом случае Должен быть вклад В развитие Диджитал тек Комьюнити Ты строишь Диджитал тек Комьюнити Организовываешь встречи Как нашу с тобой Может быть Организовываешь Какие-то сходки Офлайн Какие-то конференции Это все Идет в критерии Волонтерская работа Любая работа Такая вот Безвозмездная Или практически Безвозмездная Там главное Опять же Как представить Она всяк Идет в этот критерий Здесь есть Единственная К счастью Количественная метрика Поэтому этот критерий Я просто обожаю Если Использовать Для этого критерия Как сказать Доказательства В виде Участия в конференции Выступления на конференции То обязательно Конференция должна быть Объемом Больше ста зрителей Вот Это единственное Что здесь есть Все остальное Это буквально На пальцах Считаем Как говорится Пальцем воздух И пытаемся догадаться Что нужно По гайду Вот у нас получается Вот Это второй критерий Третий критерий Очень популярный Называется Contribution Это как раз Вклад в развитие Продуктов Компании Или вклад в развитие Компании В принципе А здесь Все просто Как три рубля Я сделал Что-то Это что-то Повлияло На метрики Компании Косвенно Напрямую На бизнес-метрики На технические метрики Абсолютно Не важно Очень важно Нарисовать четкую Логическую цепочку И это то Опять же Чем мы Помогаем нашим Клиентам Разобраться То есть У нас есть Понимание Как рассказывать Как продавать IT Вклады Вот такие Вклады В продукты Вот И мы их Продаем Через документы О документах Чуть позже Чтобы мы Не запутались Это третий критерий И четвертый критерий Называется Академический вклад Очень редкий Но при этом Абсолютно нормальный Критерий Это как раз К слову А PHD О написании Научных статей В области Компьютерных наук В области Data Science Если вы Являетесь Исследователем В области Компьютерных наук Компьютерного зрения Data Science Всего что связано С IT Но вы занимаетесь Именно исследованиями В исследовательском институте Или в какой-то Организации Коммерческой Или некоммерческой Вообще Не важно Не переживайте Скорее всего Ваш шанс на Global Talent Visa Даже выше Потому что Таких специалистов Очень мало подается И обычно Если Вот по моему опыту Такой По такому критерию Подается специалист Вероятность Очень высокая Что он получит Одобрение Вот Соответственно Это академический вклад Я думаю Я пояснил достаточно Подробно И Если ты не против Я бы сразу Провел Такую четкую Логическую линию Вот у нас есть критерии И под каждый критерий Нужно собрать доказательства Да Чтобы доказать Что ты крутой Вот давай Наверное Сразу пройдемся по ним Пока память свежа Если ты не против Супер Обязательный критерий Recognition Здесь Более-менее понятно Благодарственные письма О том Что Человек выступал На этих конференциях Был приглашен На какие-то Метапы На все что угодно Очень важна структура Этих благодарственных писем Очень важно Отразить определенные Важные слова Например о том Что этот человек Выступал на основной сцене Это важно Потому что Это одно из условий Гайдлайна Очень важно Сказать о количестве Выступающих И о количестве Зрителей Потому что Это покажет Насколько Важной и большой Была эта конференция В общем Здесь большой упор На цифры Большой упор На определенные слова На которых Мы слава богу Уже собаку съели И знаем Как это делать Соответственно Это благодарственные письма Это различные приглашения Если конференция Еще не началась Это на самом деле Еще Перформанс ревью Потому что Это тоже показатель Что Ты крутой специалист Тебя признает Своя компания Тебя признает Индустрия Все супер И на самом деле Что неудивительно Это финансы Зарплаты Опционы И бонусы Потому что Если И опять же Это нужно будет Объяснить Обязательно При подаче Что Вот я подаю Например Выписку С банковского счета Вот моя зарплата И эта зарплата Например В 4 раза Больше Чем Среднестатистическая Зарплата На этой позиции В моем регионе Или даже В Великобритании То есть Вот это Опять же Такие подписи Такие Додумки Это то Чем мы занимаемся Ищем Вот нужную В общем Нужную тональность Во всех этих фразах Вот А это Что касается Обязательного Критерия Критерии Инновации Здесь Следующее Очень важно Связать Необычность Своего решения С продуктовыми Метриками Либо с какими-либо Метриками Это может быть Также техническая Метрика Лучше всего Здесь поможет Какой-то Поясняющий документ С С использованием Инфографики Или отчетов Компании Где есть Информация Как раз Как метрика Растет Иногда В некоторых Компаниях Составляются Целые Документы Которые Объясняют Что И в чем Именно Инновация Это то Что например Делаем мы Когда к нам Приходит клиент С чем-то Инновационным Который может Это объяснить Но у него Нет никаких Доказательств Кроме По сути Рекомендации От своего Начальника Соответственно Сео Стартапа И так далее Это что касается Инновации Ну и конечно В инновации Идут патенты Всех возможных Кругов Потому что Патент Это прямое Доказательство Новшества Волонтерская работа Здесь все тоже Понятно Это Нужно здесь Собрать Все примеры Как раз там Скриншотами Или благодарственными Письмами Всех комьюнити Которые например Человек создал Или в которых Он поучаствовал В качестве Преподавателя Это тоже Нормальная тема Либо Он организовал Какие-то конференции Либо он выступал На конференциях Больше ста человек Все это Это благодарственные Письма Это Скриншоты Это Не знаю Письма И отзывы Благодарных Учеников В принципе Вот так Критерии Вклада В развитие Продукта И в развитие Компании Здесь что-то Похоже на Инновации Просто здесь не так сложно Объяснить Потому что здесь В принципе Вещь которая может быть Не новой Для индустрии Но повлияла сильно На метрики Она здесь сработает Здесь также необходимо Собрать Аналитические данные Инфографики Отчетности Компании Как увеличивались Метрики И правильно Их связать С действиями Которые Наш Участник Заявитель Произвел Вот Это делается Опять же Посредством того Что мы Имеем Вот эти Аналитические данные И собираем В документ С уточнениями От самого Заявителя Вот И последний критерий Академический Вклад Здесь все тоже Понятно Это Оригиналы Статей Нескольких Хотя бы Академических Плюс Нужно обязательно Добавить К ним Скриншоты С статистикой Из Google Scholar То есть количество Цитат Количество Упоминаний Количество Всего чего угодно Индекс Хирша Разумеется Ну и другие Статистические данные Потому что цифры Выигрывают эту визу Как показала практика Правильно описанные цифры И различные Благодарственные письма С конференции Спасибо, что выступили Очень круто Очень классно Вы прекрасный человек Вот Да Примерно так И наверное Важно еще подчеркнуть Что все Эти документы Необходимо Очень правильно Преподносить То есть нельзя просто Взять Как я уже сказал Выписку зарплаты И сказать Вот смотрите Мои деньги Все Так не получится Они ответят Ну деньги деньгами Спасибо До свидания Нужно объяснить Почему это является Доказательством Что Доказательством Того критерия На который вы подаете Этот документ Гуд Супер Да Как интересно Слушай Действительно Очень похоже На процесс Поиска работы Да На получение оффера Когда ты описываешь Опыт Через цифры Причем цифры Которые наиболее Релевантны Той позиции На которую ты откликаешься Здесь очень похоже Ну понятно Чуть-чуть С другой стороны Но в более широком понятии Но тем не менее Вопрос тоже Как раз от Алексея Правильно ли понимаешь Что свою публичность Можно будет доказать С соцсетями В том числе Вконтакте Скриншотами Фотками Со соцсетями Наверное Нет Я бы сказал Что нет Потому что Нам же нужна Публичность Нигде Сейчас Давайте вот Давайте с другой стороны Если вы Публикуете Посты Даже в Вконтакте Или где-нибудь В другой Любой социальной сети И эти посты Связаны с IT И вас читает Много людей Лайкают Репостят И так далее Да Это может подойти Потому что Я помню Да У нас был человек С блогом Он как раз Чуть ли даже Не на живом журнале Я думал Эта социальная сеть Уже умерла Но она живее Всех живых Как оказалось И он с блогом На живом журнале Получил этот критерий Потому что Ну какое-то Невероятное количество Просмотров Все такое То есть он прям Достаточно яркий деятель Вот поэтому да Если вы пишете В этой социальной сети Про IT И вас читают И это можно доказать Статистикой Да Можно использовать Но важно Я сразу проговорю Я здесь буду занудой Но мне кажется Лучше побыть занудой Вот это время Пока готовишься к визе И потом получить И жить в Лондоне Чем не быть занудой И не жить в Лондоне В общем Если быть занудой Я скажу следующее Старайтесь Будете ли вы собирать Визовый кейс самостоятельно Подумайте об этом Или захотите присоединиться К нам И чтобы мы вам помогли С этим Обязательно помните Что если вы подаетесь На какой-либо из критериев Доказательства Вашего прохода По этому критерию Они должны быть разными Не нужно надеяться Только на единственный патент Или на Статистику из ВКонтакте Даже если у вас По 100 тысяч лайков На каждый пост Пройти Важно показать разницу То есть Различные документы Вот меня на конференцию Позвали А вот Вот у меня ВКонтакте Блог И даже вот Хотя бы несколько Таких доказательств Это лучше Чем одинаковые доказательства Или одно Как раз Алексей спрашивает Как доказывать Соответственно Этим критериям Как раз Например Годятся ли ссылки Видео на Ютуб Например Я выступал на конференции Запись Велась Или онлайн Выступая Мы в Зуме Включили запись И дальше Выложили куда-то На Ютуб Годятся ли это Такие аргументы В целом Да Здесь Есть такой Тонкий лед Мы Опять же В стадии Такой Постоянной борьбы С Такнейшн Чтобы Их новые Какие-то критерии Придумки Как-то обходить И понять Как нам с этим жить В новой реальности Сейчас Последняя тенденция Такова Что ссылки Такнейшн Не читает Вообще Что мы с этим делаем Мы составляем Отдельные документы Где мы Буквально Скриншотим Часть интерфейса Ютуба С выделением Вот Сколько у нас Просмотров Вот я здесь указан Как исполнитель Там не знаю Как ведущий Как главный Соответственно Докладчик Вот пожалуйста Ну и если хотите Вот еще ссылка Можете посмотреть Вот Мы делаем так То есть Я советую Здесь опять-таки Не полагаться на ссылки Доводить Доказательства До формата Где Не нужно будет Ни на что кликать Человеку из Такнейшн Чтобы понять Что вы крутой То есть Конверсия Как показала Практика К сожалению Маленькая Ну понятно То есть Как бы Думай о Человеке Который будет Рассматривать заявку Потому что Да Переходить по ссылкам Ну Такое занятие Это Да Это Такой некий Информационный шум Может считаться У тебя есть анкета А еще ссылки А еще непонятно Если у тебя там Тем более на русском языке Ну или там Да На не английском То есть Определенные нюансы Я понял Да Скаминшоты Как раз Тоже очень-очень важны Гуд Слушай Ну мы как раз Проговорили Все Вопросы То что Как раз Вынесли И в целом Да Мы в тайминге Я думаю Что Как раз Наверное Думаю Последний вопрос В целом Если Я хочу Увеличить Шансы На получение Виз Ну то есть Например Вот грубо говоря Я Там не знаю Петя Да Из Твери Я не публичный человек Я Разработчик То есть Я подхожу по опыту Да Но я Там не знаю Пять лет Работаю на одном месте Мне не важно Ни карьера Нет Я такой Обычный Кодер Который Сидит И кодит Спокойно Ну даленки В офисе Неважно Ни публичные Ни конференции Никаких У меня Докторских Кандидатских Нет Но я Такой думаю Блин Хочу Великобританию Моя мечта С детства Как ты думаешь Такой человек Приходит на консультацию Что бы ты Рекомендовал Человеку Сделать сейчас Например На протяжении Года Чтобы Он повысил Серьезно Свои шансы За этот год На получение визы Думаю Рекомендаций Несколько Первое Сходи К своему Ичару И скажи Я хочу Выступать Хочу Говорить Хочу Выступать На конфах Я думаю Своим Соответственно Ребятам Которые Тоже спрашивают Про то Как найти работу И так далее Возможно Ты тоже Самое Рекомендуешь Потому что Это вообще Полезный навык Как минимум Уметь себя Представить А как максимум В контексте Глобал Талент визы Вы напрямую Закрываете Свой критерий Рекогнишн А если Вам еще Удастся Повыступать На конференциях Больше 100 человек Зрителей Красота Вы закрываете Еще и критерий Волонтерская Деятельность Супер То есть Походить Повыступать А пока Выступаете Обязательно Общаться С ребятами Которые там Будут Знакомиться С ними Нетворк В принципе Важен Очень сильно В IT Это всем Уже известно Но самое Главное Это потенциально Ваши Рекомендатели Это то Про что Я Одно из Самого главного Упустил сказать Кроме всех Тех документов Про которые Я говорил Базовый набор Документов Это три Рекомендательных Письма Резюме И мотивационное Письмо Мотивационное Письмо Резюме В принципе Понятно Что такое А вот Рекомендательные Письма Это такой Особый Документ Который Для Global Talent Visa Нужно уметь Писать Потому что Есть определенный Формат Есть определенные Слова Зацепки Которые Нужно Использовать В общем Очень похоже На поступление В университет То есть Если человек знает Как поступить В Оксфорд То он Скорее всего Знает Ключевые слова Которые надо Использовать Это В общем Загвоздка Основная Здесь то же самое Так вот Нужно этих Рекомендателей Найти Это должны быть Так называемые Эксперты Скорее всего Если вы попадете На прикольные Конференции Вы найдете Немало таких Экспертов Лучше с ними Познакомиться Заобщаться Чтобы когда Вы начнете Готовить уже Свой кейс С точки зрения Документов Вы сможете написать Привет Коля Петя Вася Не знаю Жанна Ирина Слушай Подпишешь мне письмо Они вас уже помнят Они смогут Рассказать про ваше выступление Это очень кайфовая штука Это первое В общем Выступайте Где возможно Обязательно Обязательно Собирайте И не теряйте Бумажки с благодарностями За выступление Даже если потеряете В общем Главное Вспомнить Об этом заранее И договориться С организаторами Чтобы вам новую Выписали В общем Не теряйте Эти штуки Это первое Второе Как мне кажется Тоже очень важно Мы говорим С тобой про кодера То есть Это технический Какой-то специалист Том попадает Вот в этот попадем Если говорить Про кодера То я рекомендую Следующее Параллельно С выступлениями Мы активно Работаем На своей работе Все Свои документы Если на работе Делают перформанс Ревью Все их сохраняем И не теряем На случай Если например Захотим уходить С работы Обязательно Выгружаем Перформанс Ревью С внутренней системы Чтобы остался доступ Там обычно пишут Приятные Хвалебные отзывы И там есть зацепки За то Что считать Успешным успехом Это второй Такой кусочек Совета Третий кусочек Совета Кроме работы И публичных Выступлений Пойти Попробовать Себя В open source Поконтрибьютить В какие-нибудь Известные Или не Супер Известные Репозитории На гильхабе Потому что Это тоже Напрямую Влияет на критерии Волонтерской Деятельности Это тоже считается Вкладом в комьюнити Потому что Это open source Хочешь Пиши Хочешь Не пиши Тоже Опять-таки Если ваши Pull request Если ваши Commit Принимают Скорее всего Это будет принимать Соответственно Майнтейнер кода Майнтейнер репозитория Скриншотте его Благодарности Если будут Скриншотте отзывы Сохраняйте Все хорошее О себе Это на самом деле Еще с психотерапевтической стороны Очень полезная штука Не забывайте Что вы вообще-то Крутые Вы делаете Клевые Классные вещи Вот уже мы насчитали Выступаете Первый ревью Получаете Еще и в open source Контрибьютите А вот Соответственно Продолжаем работать Продолжаем собирать Первый ревью Не теряем Свои также Зарплатные данные И По сути Все Я бы вот рекомендовал Делать вот эти вещи И наверное Из последнего Пробовать Еще Подыскивать Себе Варианты Как бы Можно было бы Может организовать Какую-то конференцию Или сходку Может быть Блог начать Если прям Совсем тяжко с этим Потому что Ну бывают люди Которые Ну некомфортно Это нормально Можно попробовать Себя в каких-то вещах Менее напряженных И кризисных Например Преподавать Где-то Или давать Хотя бы Лекции Какие-то И вот так На самом деле Через год Человек с небольшим Опытом работы Но с какими-то Уже успехами В продуктовой компании С опытом Преподавания Open source И выступлений Попадает У нас с тобой Четенько Под критерии Recognition Public Profile Комьюнити Деятельность Волонтерская Волонтерская работа И вклад В развитие компании Кейс закрыт Эндорсмент Надо получать Круто Очень круто Да Реально полезный совет Потому что Да Почему разработчик Потому что Как ты понимаешь Они интроверты По большей части Вот я тут Недавно искал Android разработчика На live Собес Ну просто Чтобы в формате Эфира Сделать Две недели искали Две недели искали В итоге Один согласился И то С опытом выступлений Потому что Я работаю на себя Мне не важно Как раз будет эфир На неделе Гуд Смотри Еще пару вопросов Я думаю Можно как раз Уже завершать Есть ли интервью По итогу Или просто ответ Да нет Нет никакого интервью И главное Подача документов Полностью электронная То есть вы сидите Где сидите Подаете документы Получаете ответ На e-mail Одобрение Супер Отказ И здесь наверное Стоит проговорить Это вообще Ничего не значит Для вашей визовой истории Не пугайтесь Это не черная метка Можете спокойно Путешествовать дальше В UK Приезжать и так далее По сути Отказ даже не значит То что вы не можете Податься заново На Global Talent Visa Это по сути Просто Ну вот сейчас Не получилось Проигрыш в конкурсе Я на это смотрю Как такой Очень крутой Конкурс На стипендию В университете Есть такие конкурсы На гранты Вот по сути Это что-то такое Нужно доказать Что ты достаточно крут Чтобы получить приз Приз в нашем случае Виза А если мы Получаем отказ Ничего страшного В этом нет Потому что Есть возможность Написать апелляцию Как в любом конкурсе Чаще всего Вот Апелляция Это тоже достаточно Сложная штука Их правильно Нужно уметь писать Ну вот Мы опять же Проводим Наши клиенты Проходят с нами До конца То есть отказы Мы разумеется Получаем Было бы глупо Говорить Что у нас 100% Винрейт Я такого и не сказал Вроде бы Вот И Соответственно Мы пишем апелляции Ну или там Вы самостоятельно Пишите Если она срабатывает То супер Значит вы получаете Визу Если нет То опять-таки Это вообще не конец Потому что Можно податься Заново И подаваться Неограниченное Количество раз Пока не получится В целом Это выбор Каждого Но Никаких проблем Для вашей визовой Иммиграционной истории Этот отказ Не несет Чтобы никто Не переживал Вот я понял А какие налоги Нужно платить По этой визе И нужно ли Разумеется Вы становитесь Резидентом Великобритании У вас Сначала будет Некоторый гэп Во времени Когда Когда ваши У вас не будет Еще liability То есть необходимости Платить налоги Британской короне По-моему Он занимает Около 8 месяцев Здесь я Не даю Налоговый адвайз Потому что Не являюсь Налоговым консультантом Но Вот по моим подсчетам Это где-то такой период После этого Вы начинаете платить Все налоги Которые платят Резиденты По сути Просто все Все что платит Гражданин UK Вы платите То же самое Вот Любые Виды налогов Которые существуют Которые платят Регулярно Резиденты Великобритании Здесь никаких Послаблений Уже нет Супер Ну то все На общих основаниях Еще был вопрос Как раз Про стоимость Есть услуг Но я так понимаю Можно зайти На Immigrant Ио И получить На первой странице Варианты Сотрудничества Там есть Весь прайсинг Вся история Могу Порекомендовать Вам только Если вы заинтересовались Вы можете Зайти на наш сайт Пройти Скоринг Мы опять же Его сделали Специально Чтобы люди Сами могли Оценить Свои шансы На визу Он гораздо более умный Чем скоринг На сайте TechNation Это наша фишка Потому что У сайте TechNation Три вопроса А у нас там Где-то 15 И мы чуть подробнее Все уточняем Вот И после этого Если вы заинтересуетесь Хотите подробнее узнать В своем опыте Бронируйте Бесплатную консультацию Мы с радостью С вами поговорим И если даже У вас пока Не хватает Каких-то Поинтов Для того Чтобы Зацепиться За эту визу Мы дадим Совет И направление Что нужно Делать дальше Супер Спасибо Так Ну и вот тоже Как раз Комментарий Алекса Мне кажется Как раз Перед завершением Он очень хорошо Ложится На то Что мы все Обсудили Вообще Очень интересная тема Раньше Визу Икей Даже не рассматривал Так как Это казалось Чем-то запредельным Но вариант Рабочий То есть Тут главное Понять Как себя Свою карьеру Документы Подготовить И есть шанс Спасибо за эфир Мне кажется Это реально Очень интересная Стория Потому что Все думают Ну икей Это какой-то космос Это нереально Это действительно Рабочие визы Ну какие-то там Супер-супер Условия Ну если не говорить Понятно Туристическая виза Здесь все понятно Хотя В последнее время Такое Такое себе Гуд Ну собственно Тогда Вижу Да Еще раз Иван Никит Спасибо за эфир Было очень полезно Алексей Спасибо что пришли Никита Тебе Как гостю Финальное слово Я думаю И да Если вопросов нет То мы можем Завершать уже Со своей стороны Хочу сказать Всем большое спасибо Что пришли Тебе большое спасибо Иван Что позвал На эту Классную встречу Поговорить опять же Про визу Которую я очень люблю И уважаю Потому что Я Как и все ребята В Миграме Очень ценим Мир без границ И мы считаем Что только в таком мире Человек в 21 веке Может существовать Действительно Свободно А нашим зрителям Я хочу пожелать Наверное Самого главного Не бойтесь И будьте Смелыми В вопросе Своего Движения В сторону UK Великобритания Не так далеко Как кажется Не такая страшная И невозможная Страна для переезда Это реально И здесь я с Алексеем Полностью согласен Поэтому будьте смелыми И не бойтесь Громких слов По поводу Талант Не талант Закрывайте Свой Синдром Самозванца И вперед И подавайтесь Ну и Кирилл и пишет Раньше Звучала Виза талантов Сейчас убеждаю Что это лучший вариант Вот мне кажется Хорошая Как раз Точка Еще раз Никита Спасибо тебе большое Полтора часа Пролетели незаметно Очень круто Спасибо всем Кто был Задавал активные вопросы И кто будет смотреть Нас в записи Я сегодня выложу Видео на YouTube Обязательно пришлю Ссылочку Ани Ну она тебе уже Супер Еще раз спасибо всем И хорошего вечера Дня, утра Ну опять же Смотря у кого что Спасибо вам большое До скорого Всем счастливо Пока-пока